Нужно что-то делать, призвал фолловеров своего твиттера, уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Кабанов, после посещения Казанской деревянной церкви. Омбудсмена неприятно удивила ветхая крыша древнейшего памятника архитектуры. Историк по образованию Андрей Кабанов просто не мог остаться равнодушным. Не знал, что все настолько серьезно уже, потому что промочки большие, нависшая балка в основном здании, а ведь там находится уникальное абсолютно собрание икон XVI-XVIII веков. То есть у нас даже наш художественный музей таким собранием похвастаться, к сожалению, не может. Может церковь похвастаться и своей богатейшей историей длиной в четыре века, тем, что сделано без единого гвоздя. Краеведы называют церковь Успения Пресвятой Богородицы церковью-путешественницей. Она неоднократно меняла название и место своей дислокации. Сначала она располагалась в составе Покровского мужского монастыря на площади Пушкина. Потом ее перенесли вот там, где сейчас улица Смирнова, к стенам Успенского кладбища. И там был лес. Но и в дальнейшем, уже по инициативе Дмитрия Геннадьевича Бурылина, ее вот как раз разобрали и переустановили, дополнив колокольный, там, где сейчас она находится. Время не пощадило памятник архитектуры федерального значения. Здесь уже больше ста лет не было капитального ремонта. Деревянная крыша просела из-за снега и дождей. В балках трещины, вода течет прямо на иконы. Те самые, что гордость всего региона. Мы побелели вот первую часть храма, за что мне сказали, мы на вас, прокуратуру будем жаловаться. Я говорю, простите, а что мы сделали плохого? Мы убрали плесень, которая 20 лет разъедала стены, которая уже въелась, которая разъедает уже само основание храма. Мы просто ее убрали и поставили новую штукатурку. Что плохого мы сделали? Камень преткновения в том, что церковь – памятник федерального значения. Следовательно, своими силами священнослужители обойтись не могут. Вносить изменения, даже минимальные, в сооружения нельзя. Нужен реставрационный проект, которого здесь ждут уже два года. Служители церкви всерьез опасаются, что ее признают аварийной. И делают неутешительные прогнозы, что при дождливом лете кровля не выдержит. И многовековая история бесславно закончится.